Закончились, нам нужен итог от главного тренера. Две медали. Есть этот результат, скажем так, удовлетворительный или какой? Оцените, пожалуйста. Ну, на самом деле, конечно, замечательно, что есть медали. Замечательно, что Евгений сегодня боролся до последнего на 25 километров. И даже с французами мы сейчас это дело обсуждали, они тоже благодарят. Вы сами видели, что это была честная борьба, борьба на финише. То есть в данном случае француз оказался сильнее, но мы его тоже поздравляем за честную борьбу и то, что у них так получилось. Ну, я, естественно, от себя лично хотел бы Женю поздравить, молодец, и что честно боролся, и что честно завоевал серебряную медаль. В общем и целом, также хотелось бы отметить четвертое место Ольги Козыдук. К сожалению, она не попала в призы, но поиграла совсем немножко, и, в общем-то, мне кажется, что это успех для нее. На четвертое место на таких соревнованиях, где она в первый раз принимает участие, мне кажется, что это очень даже неплохо. Ну, в данном случае, если говорить о соревнованиях в целом, да, что-то получилось, что-то получилось в меньшей степени. Конечно, хотелось бы все-таки, чтобы молодежь более активнее себя проявляла, более активно, скажем так, стремилась вверх. Но будем надеяться, что, как говорится, это не за горами. Будем работать в этом направлении обязательно. И надеюсь, что мы еще порадуем наших болельщиков медалями, что этим дело не ограничится. Вот с Женей обсуждали эту тему. Получается, он последний из Медикана на 25 километров. И новых мальчиков так особо не видно, кто может выступать на таком уровне хорошо. Ну, к сожалению, да, это общая беда на сегодняшний день. К сожалению, супермарафонцев практически нет. Но, опять же, не теряем надежды, что что-нибудь у нас кто-нибудь еще появится. А общая беда в России или во всей России? Ну, и в общем-то, и в России, и в мире в том числе, вот, француз, он как бы специализируется, насколько я понимаю, на этих дистанциях. Но остальные, видели, там, не 7 минут им отвезли. И, в общем-то, весь остальной уровень, это как бы все остальные были чуть-чуть сзади. Поэтому, конечно, хотелось бы иметь нового Юлия Кудинова, который бы нам плавал 25 километров. Но пока над этим работаем. То есть, получается, когда ввели открытую воду программу Олимпиад, то резко поменялся вид спорта. Уже 25 не стало не так актуально, да, и приоритеты сместились. Да нет, на самом деле, нет, безусловно, что появился приход новых спортсменов из бассейна. Он, безусловно, как бы обословлен, во-первых, конечно, тем, что ввели в Олимпийские игры. Но и пришли они, это в основном именно на Олимпийскую дистанцию. То есть, все спортсмены в основном выступают именно на 10-километровую дистанцию. Хотя, с другой стороны, спортсмены уровня Уолса не гнушаются плавой 25 километров. И вот здесь, видимо, он, не знаю, всего каких-то причин не попал. А если взять прошлый год Барселона, то он достаточно, если помните, успешно там выступал. То есть, как бы, даже возрастным и удачным спортсменам это не мешает выступать на очень длинных дистанциях. Поэтому здесь, в данном случае, видимо, акценты подготовки или бы еще что-то повлияло на это. Может быть, состояние здоровья, я не могу рассказать точно. Я думаю, если с десяткой у вас все-таки нет претензий по выбору пловцов, то на 25 они есть, очевидно. Правильно я понимаю? Вообще кто-то есть еще, кроме драться, кто так или иначе мог бы претендовать на что-то? Хотя бы на участие в чемпионате. Ну, на самом деле, ситуация следующая. Мы сознательно не повезли сюда небольшое количество людей, тех, которые на сегодняшний день не могли бы конкурировать с мировой элитой. Просто, на мой взгляд, ехать на такие крупные ответственные соревнования неготовыми, это достаточно неправильно. Поэтому люди есть. Я думаю, что в следующий раз, когда у нас они подготовятся, мы постараемся, может быть, это, надеюсь, это будет Казань. Соответственно, они там и выступят на более длинных дистанциях. На чемпионате мира в Казани бронза и серебро по итогам открытой воды вас строят или посчитать, что это мало будет? Мне и здесь бы хотелось, чтобы там с учреждением мог бороться и за золото, и могли бы эти девушки, к сожалению, у нас, могли бы бороться за более высокие места. Собственно, они и боролись, но так вот получилось, что, к сожалению, они вне медали. Я все-таки надеюсь, что дальше мы постараемся эти ошибки и недочеты исправить. А что должно произойти за год, чтобы какой-то рывок качественный произошел? Вы знаете, я вот тут уже который день об этом, практически только об этом и говорю, что на самом деле не нужна революция сейчас. Сейчас нужно просто засучить рукава и работать много, кропотливо и целенаправленно. Тогда будет результат. Вот если, опять же, разбираться опыт соперника, посмотреть, чем объяснить это голландское чудо, да, победил парень, да, голландцы, девушка, в команде победили они. За счет чего вот эти ребята выстрелили, так, что у них произошло такого? Ну, в общем-то, они не в первый день в открытой воде, они выступали несколько лет назад на юношеских соревнованиях. Но я так понимаю, что то, что я сейчас уже сказал, что кропотливая и целенаправленная работа на длинные дистанции, на 10-километровую дистанцию, она дает свой результат. Еще раз повторюсь, они не вот вчера плавали 150 метров в бассейне, сегодня пришли и выиграли 10-километровую дистанцию. Они выступали в открытой воде, выступали достаточно успешно. Пришло их время. Да, просто они выросли и как спортсмены, и физически, и как угодно, и поэтому вот они сейчас на высоте. Будем надеяться, что и мы тоже стараемся, надеясь, что наша молодежь со временем все-таки начнет оказывать результаты, которые мы все-таки так от них ждем. А у меня последний вопрос, у меня вот бросается в глаза, что вот опять же тот же самый голландец, он насколько здоровый, мощный физически, вот насколько это для открытой воды действительно такой серьезный факт. Нужно ли больше качаться, как тут, бьют добавки, все это? Нет, ну то, что он здоровый, это природа, ну это хорошо, но опыт показывает, что абсолютно это никакая не гарантия ничего, потому что и более миниатюрные ребята выигрывали, и более крупные. То есть это зависит от, наверное, все-таки от физической готовности спортсмена на сегодняшний день. Для добавки это в данном случае все зависит от достаточно, я думаю, что, скажем так, грамотного использования всего того, что есть и предлагается. Надо есть все, что попало, и думать, что это поможет. Просто больше тренироваться. Спасибо. Спасибо.